На севере Парижа находится холм Монмартр, самое высокое место города. Монмартр возник на известковом холме 130 метров высотой, где по преданию Святой Дени, первый епископ Парижа, был обезглавлен в 272 году. В течение всего XIX века Монмартр был притягательным центром для тех художников, для которых вести богемную жизнь означало прежде всего жить свободно, посвятить себя только искусству и отказаться от всех условностей и принуждений внешнего мира. Каждый художник, от самого знаменитого до малоизвестного, оставил на Монмартре след своей жизни, своего творчества. Да и сейчас этот холм населяют люди, которые здесь живут и работают, наполняя своим искусством и неторопливым образом жизни узкие извилистые улочки, старинные магазинчики, задымленное кафе. Жители Монмартра долго считали свой район отдельный от остального города деревушкой. Художники Тулуз Латрек и Утрило, а позже Пикассо и Матис, поэт Гиомо Полинер и пианист Эрик Сати наслаждались свободным образом жизни на вершине и сделали это место Парижа лучшим для жизни богемы. Квартал вокруг площади Пегаль у подножья Монмартра пользуется репутацией пристанища разврата. Владельцы секс-шопов, эротических шоу, магазинов нижнего белья, видеобаров с порнографией зазывают посетителей. Пройдя несколько кварталов от центральной площади, вы окажетесь на совершенно безлюдных живописных улочках, где лестницы круто спускаются к лежащему вниз городу. Впрочем, чтобы спуститься к подножью Монмартра, можно воспользоваться специальным автобусным маршрутом – Монмартробусом, который ходит от площади Пегаль. А еще здесь есть канатная дорога, которая доставляет пассажиров на историческую вершину Парижа. Поездка на фуникулере избавит большинство посетителей от преодоления довольно крутых ступеней, ведущих к известному собору Сакрэкер, который находится на самой вершине Монмартра. Канатная дорога предназначена не только для туристов. Она пользуется широкой популярностью и среди жителей этого живописного района. Новый всплеск популярности Монмартробус приобрел в 2001 году, когда на экраны мира вышел фильм «Амели». Монмартробус приобрел в 2001 году, когда на экраны мира вышел фильм «Амели» «Амели» Продолжение следует...